Наверное, конечно, снова, понятно, что уже, вот, да, о корзистах, ингредиальностах, я так говорю, далистам. Видно, что там, здесь большая проблема именно с качеством, кстати, то есть, понимаешь, сейчас информацию у нас уже есть. Видно, здесь нужно, надо просто структуровать, так, что она была, потому что здесь у нас далеко, а где-то здесь укрепили. Так вот, проблема, в чем, с вынуждением, вынуждение, это то, что это стектики, о, о политике, о художестве. То есть, что это произведение, то есть, в чем коренное отличие, вот статьи, допустим, о каком-то химическом соединении или о каком-то физическом террористе. Если статья, как с вашим соединением прошла, то это мы видим сразу, просто открываем статью, видим полторы строчки, и карточку, и говорим, это не статья, а вот, а вот когда мы открываем статью о каком-то, допустим, в мультфильме или сериале, и видим, банкуем, банкуем, что, стену я встал, ну, вроде бы статья. А когда здесь все пищеркачниками собрано, вроде бы статья. А начиная мультивид益, а там 10-ти минут для тех. Переделом, а мы это не делаем, а теперь, а здесь не делаем. То есть, это, конечно, на протяжении, в школе, в мультфильме, в мультфильме, не всегда, почему-то понятного, и не всегда, называемые, от 3-леза в доме. и поделиться в фольерном диграфоне, Дмитрий Розович, а вы не три ваше помните, что все это очень плохо. И все. И считаю, что это статья вашим значимым художественным произведением. Вот, что у нас такая проблема. Есть два, так сказать, свойства у художественного произведения. То есть художественное произведение является, например, и объектом описания, и источником информации о самом среде. То есть проблема именно из лавы, именно проблема из лавы состоит именно в этом. То есть камень создал. Вот много информации, мы можем много написать. написать мы можем много. Но чем отличается художественное произведение, так, источник информации от любого другого источника. То, допустим, научной статьи, или даже публицистической книги, тем, что задача любого другого художественного источника это донести какую-то информацию до читателя, до зрителя. То есть вот такая вот есть информация, и она произведена все, что в меру способности автора доводится. Художественное произведение это же не так. То есть художественное произведение рассчитано на не на инфармирование, а на рациональную информацию читателя, зрителя, на его, так сказать, как говорят в интернетах, синдром поиска журобинного смысла, то есть на то, чтобы как-то увлечь читателя, вызвать у него эмоциональную реакцию. Поэтому, естественно, приемы донесения радикально разные. То есть художественное произведение может содержать сидя и навеки, и недоволки, вплоть до прямой противоречии самому сидя. То есть и в то же время оно как бы стягивает читателя свой пример. То есть если мы беремся писать произведения по описанию произведения по ему самому, то можно просто-напросто с самыми добрыми, с самыми плохими намерениями написать извините полную ерунду. Сином, так сказать, своего разумения я понимаю, что понятно, что мне профессионалы, мне литература нет, помогают. А это, естественно, то есть встает проблема с одной стороны, как избежать от такой ситуации, когда, кстати, я спрятала, как сказать, заведомая глупость. Вот, например, кто читал «Развитый», кто читал «Развитый», там есть такая любопытная ситуация, пять персоналов, которые, которые, у которых как бы общие детские воспоминания. это один и тот же персонаж, или это разные персоналы, типа литература нет, я это не знаю, но в прошлом, я, когда первый раз читал, я писал в твердом убеждении наверняка счет. Я писал статью о Роман Ягу и изложил. И не истинит бы себя, что в этом переубитье. Потому что нам не нужны и когда не нужны источники. Правильно? ВП АИ. Так вот, подвод по моему зову такой вот, как точно так же, как мы пишем статьи истинги, опираемся на правиле истинги, то есть мы прямо и цитируем, естественно, правилам статьи, но мы там опираемся как на фундаменте. Точно так же, при написанной статье о художественном произведении нам нужно сначала прочитать понятно истинги, потом уже взять источники истинги, которые описывают и уже опираются на эти источники изглавы, как написаны и в том что пишут уже как мы сначала по идее пишут. и в том что там литература веды, кино веды, и не а естественно они читают начитатели читатели которые уже прочитали поиграли и т.д. то есть естественно они о чем так умазывают вот одно что во-первых это вообще уже должна содержать право на то что необходимо для понимания того что изглавляется в этих данных источниках и более того если у нас есть то есть укроме говоря индуизм с нуля статью «Отвертый Дневнение» и у нас попал только источник только описывающий только но что делать значит уже пока есть точки от разбирающего Зоэль Леновского совета вот такой коллеги вот такой коллеги все хотел сделать «Отвертый